Итак, сама теория прогнозирования поведения человека, она крайне сложная. Идея прогнозирования поведения человека, она 30-х годов. Это 30-е годы. 1930-1940-е годы. Именно в это время большинство европейских, американских и советских ученых бьются над проблематикой прогнозирования, как бы, человека. И сразу скажу, что единственный человек, который добился в этом успеха, это был Академик Муганов. Больше не был. Если не считать наших калифеев, связанных с памятью и сознанием. Попов, Яковлев, они гранды, и поэтому мы их не упоминаем, потому что они как бы надстройка над всем этим.